После открытия нескольких месяцев работы у катка «Дымка» появились серьезные проблемы. Первыми о них стала говорить администрация спортивной школы. Затем подключились родители, обеспокоенные тем, что у ледового дворца практически нет фонарей, и дети вечером возвращаются с тренировок в темноте. Когда «Дымка» выйдет из сумрака, выяснил Роман Четверяков. Открытие катка тренеры, родители и дети ждали с большим воодушевлением. Но оно стало постепенно исчезать, когда пришлось столкнуться с проблемами неспортивного характера. Первое косло с организацией транспортного сообщения с комплексом на окраине города. Выход был найден с изменения 33 маршрута и появления в середине августа остановки вблизи «Дымки». Но куда более серьезные сложности пришли по осени. Вот у нас остановка находится там, общественного транспорта. Она в свою очередь тоже не освещается. То есть иногда автобус в вечернее время может людей не заметить и не остановиться. Хотя он должен останавливаться в любое время, без разницы. Есть люди на остановке, нет людей на остановке. Вот и детям приходится уже автобус. В 9 часов у него последний автобус идет. Вот и приходится до проспекта строителей идти пешком. Единственное, что сейчас можно увидеть вечером, это фасад комплекса и часть световых опор. Включение фонарей руководство катка задачалось с 1 сентября, когда у детей начались ежедневные тренировки. Но даже сейчас они продолжают выходить со светлого катка на темную улицу. Наружное освещение у нас до сих пор не работает. Проблема как раз в этом заключается, что у нас управление капитальной строительства не передало департамент муниципальной собственности документы по остановкам, по светофору и по наружному освещению. Поэтому киросвет не может в настоящее время включить наружное освещение. Как нам удалось выяснить, УКС на сегодня занят решением спорного опроса собственником участка земли, на котором оказалась часть комплекса. От того, насколько быстро будет найден компромисс между сторонами, и зависит подготовка и передача управлением нужных документов в городскую администрацию. Нам должны предоставить именно все технические характеристики, должны предоставить паспорта, мы должны выехать, заактировать вообще состояние данных сетей, соответствуют ли они ГОСТу, потому что там был вопрос еще по ГОСТу, по безопасности дорожного движения, вообще там ли установлены данные опоры. Если у соответствующих ведомств не возникнет нареканий по благоустроенной уже территории вокруг дымки, то на баланс города она перейдет после решения Думы. Роман Четвериков, Максим Козлов, Вести Киров.